По прогнозам синоптиков, настоящая зима со снегом придет наш регион уже в конце этой недели. Но сейчас столбик термометра уверенно держится ниже ноля. О возможных опасностях первых забросков подробнее в сюжете. Минусовая температура, ветер и отсутствие снега. Такая вот европейская зима пришла на территорию России. В первую очередь льдом покрылись водоемы со стоячей водой, пруды, озера, заливы. В период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых морозов, такой лед непрочен и таит в себе много опасностей. Лед, который держит одного человека, он должен быть не менее 7 сантиметров, обязательно прозрачный. Если лед непрозрачный, такой лед выходить вообще не надо. В случаях, если выход на лед неизбежен, следует знать основные правила перемещения. Нельзя выходить на лед в одиночку и в темное время суток. Двигаться нужно группами, идти друг за другом на дистанции 5-6 метров, обходя площадки, покрытые толстым слоем снега и темные пятна. Предупрежден, значит вооружен. В тех случаях, если человек все же оказался подо льдом, в первую очередь нельзя поддаваться панике. Выбираться также нужно, соблюдая несложные правила. Один способ, широко расставив руки в стороны, помогая себе ногами наползать на лед. Задача человека зафиксироваться на льду, после этого закинуть одну ногу, вторую, откатиться вот так вот и заползти на расстояние 3-4 метра. После этого встать на ноги, если лед позволяет, так широко расставив ноги, такой широкой походкой, быстро, но аккуратно идти в сторону следов, в сторону берега. Первый лед коварен и опасен для всех. Но в основной группе риска прежде всего дети. И их безопасность полностью в руках родителей. Инструктаж по технике безопасности в зимний период просто необходим. Самим взрослым следует помнить, что катание на льду, игры и спортивные соревнования требуют тщательной подготовки льда. Толщина его должна быть не менее 12 сантиметров, а при массовых катаниях не менее 25 сантиметров.